переходим мы с вами к теме которая называется жизненный цикл разработки программного обеспечения начнем мы с вами с некоторых определений да мы с вами знаем что такое программная инженерия программа техника вот что это технологии разработки отладки верификации и внедрения программного обеспечения ну тут вот явно так написано технология хотя мы также упоминали еще и методологию ну и поскольку мы рассматриваем программа технику как некоторую транс дисциплину то нам собственно без методологии никуда ну и давайте разберемся в чем же разница технологии и методологии когда мы говорим о технологии мы подразумеваем некоторую систему методов способов приемов и если мы говорим о методе то мы подразумеваем что здесь больше теории то есть метод если заглянуть словарь это некий порядок принятый путь для хода достижения чего-либо виде каких-то общих правил а вот способ это уже когда у нас больше практики мы говорим о способе мы сразу же уже настраиваемся на практику то есть способ это некоторое правило определяющие порядок то есть тут уже порядок он определяется указываются приемы навыки вот какие-то best practices какие-то лучшие методики но даже методики вот как раз best practices это как раз какие-то приемы которые могут быть применены на практике если как-то упорядочить вот всю эту терминологию то методология у нас будет стоять на самой вершине затем технология методы способы и приемы то есть от чего-то абстрактного к чему-то конкретному методология это у нас вот она это в основном теория конечно же но приемы понятно что это чистая практика и можно сделать вот такой вот вывод что методология это наука о методе то есть какие-то теоретические основания а технология это наука о способе то есть уже практическое обоснование ну и в данном случае способ он имеет проявление в рамках метода метод имеет уже теоретическую базу то есть все на самом деле взаимосвязано вот такое вот деление такая терминология она не является какой-то такой закрепленной то есть это то как и я в качестве автора курса вижу собственно вот эту всю систему понятия то в принципе вы можете для себя выдумать и другое но с другой стороны я ничего от себя не придумал то есть это какие-то словарные определения то есть я взял словари посмотрел также также это не противоречит допустим стандартам некоторым то есть контекст использования данных понятий там в общем то точно такой же ну и наконец давайте с вами разберем что же такое жизненный цикл программного обеспечения то есть вообще жизненный цикл это какие-то изменения которые происходят в жизни программного продукта за метафору взята такая вот схемкой из биологии то есть сначала у нас есть семена потом появляется зародыш проросток и уже цветок цветок опять нам дает семена и все собственно вновь повторяется но если в качестве цветка рассматривать готовое программное обеспечение то когда программное обеспечение работает то есть цветет появляются какие-то новые требования что-то на практике мы видим чего не видели раньше то есть какие-то не покрытые программным обеспечением области вот то есть появляются какие-то семена которые нужно еще вырастить то есть пострудиться постараться и собственно возродить новый цветок но если можно так выразиться возродить и собственно жизненный цикл это вообще различные стадии между рождением изделия начиная от зарождения какой-то концепции и до возможной смерти вот конца использования самого программного обеспечения то есть вот под жизненным циклом часто понимают стадии когда говорим жизненный цикл сразу голове предстают некоторые стадии изменения являются последовательными от стадии кстати и также можно сказать что изделие создается поэтапно но вот собственно этапы или стадии в принципе можно как-то даже поиграться с этими терминами то есть например в рамках стадии выделить некоторые этапы можно считать стадии синонимами то есть все зависит от контекста употребления